здравствуйте меня зовут князев алик викторович я хочу рассказать о одной задачки которая меня периодически волнует и у которой пока еще окончательного решения нет эта задача связана с ниль полугруппами я напомню что множество на котором задана одна бинарная алгебраическая операция она ассоциативно и называется полугруппой и среди полугрупп выделяют так называемые ниль полугруппы каждый элемент который является ниль элементом то есть существует натуральная степень такая что в этой степени данный элемент дает нам 0 вот приведу при один пример например возьмем множество рациональных чисел полугруппу по сложению ну с нулем еще добавим 0 по сложению это полугруппа потому что сумма двух рациональных чисел рациональное число ну как известно операция сложения чисел она ассоциативно и рассмотрю там идеал множество которое замкнуто относительно в данном случае сложения так как у нас операции сложения и на сложение на любой элемент данной полугруппы то есть множество такое это будет множество рациональных чисел из отрезка от единицы до бесконечности то есть рациональные числа которые больше либо равные единицы понятно что это идеал сумма двух таких чисел рациональных снова из этого множества и прибавляя любое число вновь рациональное положительное вновь мы будем находиться вы и тогда мы рассмотрим полугруппу риса по данному идеалу вот в этой полугруппе мы будем сейчас работать это может быть немного запутано можно данную полугруппу конструктивно рассказать что же это такое это мы берем отрезок рациональных чисел от нуля до полуотрезок до единиц от рациональные числа из этого множества и рассмотрим операцию сложения на этом множестве следующим образом и x плюс и грек это будет x плюс и грек если это меньше чем 1 и икс плюс и грек это будет равняться нулю если икс плюс и грек больше либо равен единице ну например например 1 четвертая плюс 1 четвертая это у нас будет 1 вторая а например 1 вторая плюс 3 четвертых это уже больше единиц это будет 0 понятно что для любого рационального числа из этого полуинтервала найдется такое натуральное число что прибавляя это число к самому себе н раз мы получим 0 например 1 четвертая плюс 1 четвертая плюс 1 четвертая плюс 1 четвертая мы получим 0 то есть если мультипликативной терминологии то 1 четвертая в степени 4 даст нам 0 то есть вот это не элементы и так очевидно что друзья если возникают вопросы то можно задавать прерывать меня и задавать пока понятно ну все вот то есть то есть это полугруппа ну допустим мы ее обозначим через с она является ниль полугруппы каждый элемент это ниль элемент каждый элемент ниль элемент но если теперь и понятно что какую бы степень мы этой группы не брали тогда является ниль полугруппой ниль полугруппы это когда найдется если мультипликативно терминологии найдется такое натуральное число то что s степень Ta Virtual нулю но если в аддитивной терминологии то найдется такое натуральное число что прибавляет эту полугруппу с собой складывая да много раз мы получим 0 что значит с плюс с с плюс с это означает что множество таких элементов x плюс y где x и y пробегает с то есть всевозможные суммы элементов из с но мы понимаем что такого натурального числа не найдется то есть например чтобы одну восьмую саму собой складывать чтобы получить ноль нам нужно 8 раз правильно если там 1 ную то n раз степень нельпотентности этого элемента n то есть никогда вот такого натурального числа n мы не найдем чтобы мы занулили все элементы это будет ниль полугруппа вот этого это ниль полугруппа но и не ниль патентная полугруппа но ниль патентная полугруппа когда найдется такое натуральное число вот например циклическая полугруппа порожденный элементом 1 2 то есть она состоит из 1 2 и 0 но 1 2 плюс 1 2 единица получили 0 теперь если мы будем эту полугруппа складывать саму с собой что мы получим кстати мы получим 1 2 плюс 1 2 это 0 1 2 то есть мы нуля что что ли тоже не будем получать с плюс с будет с да то есть каждый раз то есть здесь с в квадрате вот эта полугруппа 1 2 в квадрате даст нам одну вторую что ли да одну вторую даст вот нам нужно пример полугруппы в этой в этом отрезке интервале 0 и 1 по сложению чтобы она эта полугруппа в н-ной степени дала на посложение дала 0 мне казалось что любая ниль патентная циклическая полугруппа будет зануляться получается не что-то вот 10 мы взяли 10 так и начали складывать но всегда у нас 1 2 будет всплывать же правильно 1 4 0 плюс 1 2 будет 1 2 вот нам пример полугруппа когда мы занулим получилось ну какой-то степени она нам 0 дала именно но не число 0 а нулевой элемент да вот на интервале 0 1 мы определяем вот операцию так x плюс y равняется x плюс y если x плюс y меньше единицы так и x плюс y равняется нулю тогда x плюс y больше либо равняется единице да и вот этот 0 имеется ввиду вот этот 0 как бы внешне присоединенные и что вот этот 0 0 плюс любой элемент x это будет 0 вот теперь все стало на свои места берем циклическую полугруппу порожденную 1 2 что у нас получается это есть одна вторая и 0 потому что 1 2 но вот этот 0 имеется ввиду идеал это как бы мы в идеал фа это фактор полугруппа риса вот мы взяли по сложению да значит нам и 0 здесь и не нужен просто взяли рациональные числа вот здесь вообще можно в принципе брать вот так вот чтобы 0 не сбивал по сложению это по идеалу от единицы до плюс бесконечности вот вот если строго по теории полугруппа говорить мы рассматриваем фактор полугруппу риса группа вот этой у с плюсом по сложению по вот этому идеалу идеал по идеалу вот такому 1 бесконечность то есть вот сумма любых двух элементов отсюда здесь же находится правильно и прибавляя любой положительную рациональное число суда ну то есть меньше единицы но больше нуля мы ясно будем здесь же находиться то есть у нас получается вот рациональные числа по сложению так вот они и вот мы здесь взяли вот эти вот все рациональные числа от единицы до плюс бесконечности вот это идеал у нас получился вот этот у нас идеал а здесь у нас все элементы остались на месте и получилась полугруппа с нулем вот таким полугруппа риса 0 это идеал то есть тогда так мы будем говорить мы рассматриваем множество элементов рациональных чисел от нуля до единицы до в объединение с вот этим идеалом в объединении вот с этим идеалом как и как единое целое как элемент как вот этот ноль у нас выступает фактор полугруппа риса по идеалу вот то есть вот это получилось полугруппа такая вот рациональные числа от нуля до единицы единицу не включая плюс вот этот идеал ну нолю назовем нулю что туда вот здесь вот сбой только один что ноль рациональное число и ноль вот этот идеал фактор полугруппа по идеалу этот идеал прибавляя любой элемент мы будем получать это ну мы будем получать ноль почему потому что вот мы взяли отсюда одна вторая прибавили сюда мы оказались здесь взяли там одну три четвертых прибавили ее три четвертых код и получили ноль то есть и плюс любой элемент мы будем получать и вот этот ноль и как бесконечно большая ну может быть константа плюс бесконечно будет да будем получать бесконечно большую то есть как там и сложение определили мы определили сложение так и x плюс y если x плюс y меньше единицы и x плюс y равно бесконечности если x плюс y больше либо равно единицы а бесконечность плюс любой элемент есть бесконечность ну или еще раз что если полугрупповой терминологии это фактор полугруппа риса полугруппа положительных рациональных чисел по сложению по идеалу вот это полупрямая от единицы до плюс бесконечности это и есть все здесь будут на рациональные числа от нуля до единицы и идеал вот это вот такая полугруппа и еще раз что у нас не получится никогда складывая мы и допустим букву с обозначили ее складывая сами саму с собой н 1 чтобы получился но не найдется такого натурального числа почему потому что вот я привожу пример 1 8 чтобы получить 0 нам надо восемь раз и усложить до для любого и то есть никогда мы все в 0 не получим а н с это всевозможные суммы по n элементов 2s это всевозможные суммы по 2 то есть это ниль полугруппа ниль пакетная полугруппа это когда такое найдется вот мы берем например циклическую полугруппа порожденной одной четвертой до взяли то есть это будет 1 4 1 1 2 3 4 и вот эта бесконечность этот наш мир если например 1 4 плюс 1 4 вот эти две склады то есть другими словами 2 1 4 мы получим начинаем складывать 1 4 до 1 4 это 1 2 1 4 плюс 1 2 3 4 и все дальше бесконечность получается теперь если мы три раза возьмем до 1 4 то есть еще раз сюда 1 4 будем прибавлять значит 1 4 3 3 4 получится и бесконечность и четвертый раз мы будем складывать уже получим одну бесконечность это бесконечность получается что вот эта полугруппа ниль патентная почему она ниль патентная потому что нашлось такое натуральное число n что 1 4 вот эта циклическая полугруппа порожденной 1 4 даст нам бесконечность а вот сама она такой не является так вот уже лет 30 а может быть и 40 стоит такая простая по формулировки задача свердловской тетради екатеринбург в эти коренбурге есть свердловская тетрадь в которой периодически записывают задачи нерешенные так вот в одной из этих тетрадей такая задача стоит что найдется ли такая ниль полугруппа то есть каждый элемент здесь ниль элемент если в мультипликативной терминологии для любого x существует n принадлежащие большому такой что x степени n равняется нулю но не существует такого n что с степени n даст нам 0 то есть это ниль полугруппа но не ниль патентная так вот вопрос если полугруппа ниль полугруппа но не ниль патентная то обязательно найдется в ней собственно ниль патентная полугруппа то есть если для полугруппа вот это не выполняется еще раз я запишу это с полугруппа x принадлежит с и для любого x из с существует n принадлежащие множество натуральных чисел такое что x степени n равняется нулю но но не существует n натурального такого что с степени n равняется нулю существует ли с 1 под полугруппа в собственная такая что не существует n такого что с 1 степени n равняется нулю то есть любой ли ниль полугруппе не являющийся ниль патентной полугруппой обязательно найдется тоже не ниль патентной полугруппой и вот уже многие бились над решением этой задачи доказать что в любой ниль полугруппе не являющийся ниль патентной полугруппой обязательно найдется тоже ниль полугруппы не являющийся ниль патент не получается и опровергнуть это тоже не получается вот в нашем случае для вот этой полугруппы рациональные числа с плюсом, то, что мы сейчас рассматривали. Мы можем такую полугруппу указать, например, Денис Владимирович, может вы можете указать кусочек такой, что опять у нас ничего не будет получаться. Любой кусочек, чтобы S в степени N не получалось 0, чтобы 0 не было, что обязательно в ней найдется ниль полугруппы, не являющаяся ниль патентной. Быть может порожденная единицами, деленные на простые числа? Так нет, чтобы она не совпала со всей. Тогда знаменателем начинать не с первого простого числа. Да, вот порожденная, например, 1 третья, например, мы берем, 1 третья, 1 пятая, мы никогда 1 вторую не получим, правильно? 1 вторую, то есть со знаменателем 1 вторая мы не получим, и тогда вот по той же самой схеме у нас не будет существовать. Мы обозначим S1. То есть, нашли мы такую полугруппу, здесь не существует такого N, что S1 в степени N равняется 0. Так вот, вопрос возникает. Я это доказывал, и потом выяснилось, что до меня это делали, делали, что для коммутативных NIL полугрупп всегда найдется вот такой пример. То есть, нет NIL полугруппы, в которой любая подполугруппа NIL патент. А вот в общем случае ни опровергнуть, ни доказать уже лет 40 это не могут. И казалось бы, вот простая задача, вот здесь вот мысль-то такая, что скорее всего, да, скорее всего, да, можно в любой полугруппе привести вот такой пример, как вы сейчас привели, а ничего не получается. И, например, доказано еще, что для конечно порожденных, приводит, например, такое, что вот, как и для коммутативных, что если полугруппа NIL полугруппа, то не любая ее подполугруппа NIL патентная. Вот одна из задач, которая, например, я периодически к ней возвращаюсь. Еще Леонид Матвеевич говорил, надо бы эту задачу решить, но так и ничего не получается. Вот для будущих поколений можно вот такую задачу сформулировать. На самом деле глубоких знаний здесь не требуется теории полугрупп. Для коммутативных это уже доказано. Доказано для конечно порожденных, доказано. Доказано там для довольно хитрого класса полугрупп, в которые включаются и конечно порожденные, коммутативные. Ну, а вот всем, кто этой задачей интересовался, кажется, что можно в общем случае просто взять полугруппу, никаких ограничений не накладывать, и привести в ней пример вот такой вот полугрупп. Ну, ничего не выходит. Вот такая есть задача в современной алгебре полугрупп. Продолжение следует...